Главным итогом саммита Большой Восьмерки стало принятие документа по Сирии. Лидеры Восьмерки высказались за политическое, мирное урегулирование в этой стране и пообещали добиваться прекращения кровопролития. У нас фактов применения сирийским правительствам такого оружия нет. Я вас уверяю, что далеко не все члены Восьмерки считают, что оно было применено армии Сирии. Некоторые соглашаются и с нашим мнением, что таких данных нет. Более того, в своё время правительство Сирии само обратилось в Организацию объединённых наций с просьбой расследовать применение, как они считали, химического оружия оппозиции. Мы знаем о фактах задержания на территории Турции деятелей оппозиции самодельным химическим оружием. Мы знаем информацию, которая поступала из Ирака о том, что там обнаружена лаборатория по производству химического оружия оппозиции. Все эти факты, все эти информации следует самым серьёзным образом изучить. Мы договорились о том, что результаты этого исследования будут представлены в Совет безопасности Организации объединённых наций, где, как известно, Россия является постоянным членом Совета безопасности. И мы, конечно, тоже примем активное участие в окончательных оценках результатов этой работы. Нас это вполне устраивает. Владимир Путин отверг предположения некоторых журналистов и экспертов о том, что на этом саммите во многих дискуссиях он отставил свою позицию в одиночестве. Атмосфера на этой встрече, подчеркнул Путин, была партнёрской. Дискуссия была общей. Кто-то с кем-то соглашался, кто-то по каким-то вопросам спорил. Но ни разу не было так, что Россия в одиночку отставила свои подходы к решению сирийской проблемы. Всегда есть сомневающиеся, всегда есть коллеги, которые хотят поглубже разобраться в том или другом вопросе. В общем, уверяю вас, что это была общая дискуссия, очень заинтересованная дискуссия была людей, которые хотят найти единые, общие и эффективные подходы к решению сирийской проблемы. Российская позиция нашла большую поддержку у нашего старого партнёра Германии. В ходе переговоров по Сирии стало очевидно, что роль России в Большой Восьмёрке очень важна. Без президента России за столом переговоров мы быстрее бы достигли соглашения, но в этом случае мнения всех заинтересованных сторон не были бы полностью представлены. G8 в её нынешнем составе является оптимальным.